Субтитры предоставил DimaTorzok При таких достаточно высоких показателях небольшие осадки и легкая облачность в некоторых областях, я думаю, будут не лишними. А теперь подробнее о синоптической ситуации по регионам. В Центральной Украине в течение суток температура воздуха будет колебаться в пределах 15-28 градусов тепла. Первая половина дня в регионе обещает быть ясной, но уже после полудня на небе в Черкассах, Кропивницах и Полтаве появятся облака, которые уйдут лишь после заката. Без осадков. На юге страны за сутки термометры покажут от 20 до 32 градусов со знаком «плюс». Весь день здесь будет царить переменная облачность, которая придет к осадкам в ночное время в Херсоне и после полудня в столице полуострова. Температура воды на побережье Черного моря плюс 24 градуса. 4 августа свой день ангела отмечают все, кто носит прекрасные имена – Мария и Алексей. Не забудьте поздравить своих родных и знакомых, а мы возвращаемся к прогнозам. В западной части страны суточные температурные показатели составят 13-28 градусов выше нуля. Осадков здесь не предвидится, но на протяжении практически всего дня в регионе будет наблюдаться облачность с небольшими прояснениями. В Ивано-Франковске ночью возможен туман. На севере Украины минимальная ночная температура воздуха будет плюс 13 градусов, а максимальная дневная поднимется до 27 градусов тепла. Дождевые тучи обойдут и этот регион, но легкие облака все же периодически будут появляться на небосводе. В Восточной Украине этот день синоптики прогнозируют как ясное небо, так и облачность, которая принесет дожди с грозами. В течение суток температура воздуха в регионе будет колебаться в пределах 20-33 градусов выше нуля. 4 августа считается днем рождения одного из самых благородных напитков, а именно шампанского. В 1668 году его рецепт был изобретен монахом Пьером Переньоном, чье имя впоследствии стало названием марки французского шампанского премиум класса. И детальные о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью термометры покажут 19-22 градусов со знаком плюс, а во днем воздух прогреется до 29-33 градусов. Жителям Луганска и Алчевска к осадкам стоит быть готовыми во второй половине дня. А вот в Северодонецке будет наблюдаться лишь переменная облачность, но на протяжении всего дня. В Донецкой области после полуночи ожидается 20-23 градусов выше нуля, а в дневное время показатели повысятся до 29-33 градусов. В Мариуполе прогнозируется легкая облачность в первой половине дня и ясное небо после полудня. Славянский солнце лишь иногда будет показываться из-за облаков. А вот в областном центре помимо небольшой облачности в течение целых суток стоит ожидать еще и мелкий дождик в вечерние часы. Температура воды на курортах Азовского моря плюс 27 градусов. В Днепропетровской области ночная температура воздуха будет 19-20 градусов тепла, а дневная достигнет максимум 30 градусов выше нуля. С ночи и до позднего вечера в области на небе будут присутствовать небольшие облака. Но все же не исключаются и прояснения. Осадков не предвещается. Температура воды в Днепре плюс 26 градусов. И напоследок о прогнозах синоптиков для столицы Украины. Жителям и гостям Киева зонты в этот день не понадобятся, хотя ясным столичное небо станет только ближе к вечеру. Ночь в городе возможен, будет туман. При этом температура воздуха в течение суток будет достаточно комфортной от 15 до 26 градусов выше нуля. Вот такое разнообразие в погодных явлениях ожидает нас в четверг, 4 августа. И помните, не стоит ждать повода для улыбки или хорошего настроения. Наслаждайтесь каждой минутой вашей жизни и до встречи в нашей студии. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»